О чем говорят? Есть такой политический момент любопытный, когда есть некоторая большая структура политическая, которая завязана в основном на авторитет, харизму и управленческие решения одного человека. И когда этот человек попадает в сложную жизненную ситуацию, а именно проблемы со здоровьем, эта структура начинает страдать. Мы сейчас наблюдаем это на примере партии ЛДПР и Владимира Жириновского. Владимир Жириновский, по-моему, уже около то ли две, то ли три недели не появляется на публике. Известно, что он заболел, известно, что у него были некоторые проблемы серьезные со здоровьем. Вот только сегодня я разговаривал с депутатом Госдумы от Югры Евгением Марковым. Он сказал, что так, я его спросил про здоровье Владимира Вольфовича, а тот сказал, что идет на поправку. Совсем недавно мы слышали волшебную формулировку от пресс-службы ЛДПР, по-моему, о том, что он чувствует себя хорошо и работает с документами. Я не знаю, как должно было прийти в голову людям сказать именно такие слова про человека в таком положении. Но, тем не менее, Владимир Жириновский, пожелаем ему большого здоровья, но человек не вечный и ЛДПР завязаны исключительно на него. Что будет с партией в его отсутствии и к чему может нас эта история научить? Как ты думаешь? Ну, оговорка про работу с документами, мне кажется, фрейдистская оговорка не случайна, потому что на самом деле Жириновский является главным и по-настоящему единственным символом современной России. Как это не звучит удивительно, потому что у нас наше все. Это Владимир Владимирович Путин, про которого Володин, председатель Государственной Думы, заявил несколько лет назад, что нет Путина, нет России, нет России, нет Путина. Но, тем не менее, попытаюсь парой тезисов обосновать свою мысль. Дело в том, что Жириновский своей публичной деятельностью, можно даже сказать своей политической деятельностью, хотя я склонен оценивать то, что он вытворяет на протяжении 32 лет. В 90-м году, по-моему, партия ЛДПР была зарегистрирована, это первая, кстати говоря, политическая партия, кроме КПСС. И она же тогда набрала больше всех в Госдуму, насколько я это помню, с самых первых выборов. В 2003 году, да. Ну, то есть, вот ЛДПР, тогда она называлась ЛДП, это была вторая официальная партия после КПСС. И это единственная партия, которая перешла в Российскую Федерацию. Вообще-то, это самая старая партия, если вот Компартию России считать вновь образованной партией, да, вот, это, в общем-то, самая старая российская партия из всех вот вновь возникших. И, конечно же, Жириновский своей публичной деятельностью выразил, продемонстрировал, озвучил все принципы новейшей политики России. Вот, на самом деле, если эти 30 лет пробрать, да, там, как бы, этап за этапом, то в ней мы не обнаружим ничего, что не декларировал бы Жириновский и его партия. Вот, вспомним, там, ну, тот же 93-й год, например, когда основным конкурентом ЛДПР и коммунистов была партия власти на тот момент, она была абсолютно правая, право-либеральная, демократический выбор России, который возглавлял Егор Гайдар. Позже партия Демвыбор России растворилась в СПС, ее акценты сместились, ее риторика и политические принципы несколько, там, скажем так, сегментировались, да, были приняты в порядок. Позже была, ну, возникла и существует до сих пор партия Единая Россия, ну, с партией Единства. Вот, и по Единой России мы видим, как она, в общем-то, может спокойненько себе менять некоторые, ну, не политические принципы, потому что политические принципы у него единственные, да, это защита прав и свобод чиновников, скажем так. А вот по некоторым эпизодам Единая Россия работает достаточно, вот, как хороший профессиональный флюгер. И парадоксом является то, что Жириновский при своей репутации абсолютного беспринципного шоумена, который может говорить все, что хочет, когда хочет, и забирает свои слова назад тоже так же, когда он хочет это делать, и которого считают, скажем так, рупором, пробивочником, да, кремлевских людей. Да, да, да. Вот. Это все мы видим с такого близкого расстояния. А вот если всю историю России за последние 30 лет проанализировать, то мы обнаружим, что она, в общем-то, ни разу не отклонилась от курса, намеченного великим вождем Владимиром Вольфовичем. Вот. Вот все, что он хотел, мыть ноги в Индийском океане, пожалуйста, мы их моем, да, во всех территориях, куда только нам захочется попасть, его отношение к политическим свободам, они планомерно сворачивались. Единая Россия нигде не декларирует сворачивание политических свобод. Ни в одном программном документе Единой России мы не обнаружим подтверждение, ну, подтверждение тому, что она заявила создание авторитарного государства, уменьшение прав личности, прав свободы, прав передвижения и так далее и тому подобное, да, сворачивание социальных гарантий населению. А вот Жириновский всегда об этом говорил смело и прямо. Поэтому я в этом плане говорю, что вот то, что происходит в России, в нашей прекрасной, совершенно, совершенно четко коррелируется с политическими декларациями ЛДПР и ее лидерам. Собственно, вот и все. И поэтому Жириновский, это вообще модель ЛДПР, это модель современной России. Потому что ЛДПР, как политическая партия, абсолютно завязана на харизму своего вождя. То же самое мы можем сказать про страну в целом. Таким образом, получается, что Жириновский и ЛДПР все эти десятилетия выполнял одну единственную функцию. Он декларировал такие неприятные, стыдные вещи, которые партия власти репутационно не хотела делать. И в этом смысле я считаю, что у ЛДПР и конкретно у Жириновского есть полное моральное и политическое право считать политику России за все эти годы, скажем так, своим детищем. И авторство принадлежит ему за то, что мы в большинстве проявлений нашей политики наблюдаем. Что бы там ни было с его здоровьем. Ну и наконец, действительно, жив Жириновский, мертв Жириновский, выздоравливает ли он. Эпоха вот этой политики, очевидно, подходит к концу. Ну, потому что вот эти все циклы, они имеют элементарный там социальный, политический, биологический какой-то хронометраж. Ну, неспроста многие вещи определяются циклом жизни одного поколения. Да, там 25, те же 30 лет. Сегодня политика в России перешла на тот же самый простой, укороченный, ясный язык жестов и коротких фраз, часто уже абсценных, из уст представителей власти. И здесь совершенно не нужен никакой Жириновский. Зачем? Власть, наконец, стала вести себя прямолинейно. Она не ищет долгих фраз для того, чтобы объяснить суть тех или иных своих реформ. Она просто посылает, она говорит так, как всегда с народом говорю Жириновский. А народ любит вот именно такой язык. Народу это нравится. Поэтому Жириновский сделал свое дело, Жириновский может уходить. Произойдет это сегодня в силу физических и биологических причин, или чуть позже в силу политических причин, это уже без разницы. Мы понимаем, что этот закат, закат этой идеологии, но это не идеология, закат этой публичной политической деятельности, он неизбежен. Да, ну и конечно, мне кажется, что это все-таки согласен с твоей идеологией о том, что ЛДПР это в некоторой степени Россия в миниатюре. И еще одно напоминание о том, что завязывать огромное количество полномочий, сил, связей, арбитража, институций и всего прочего на одном человеке, это история. Как бы она ни казалась привлекательной любителем автократий, но любители автократии, по-моему, постоянно забывают о том, что автократы не могут быть вечными. И чем больше завязано на одного человека, будь то частная компания, будь то страна, будь то партия, будь то там хоть семья обыкновенная, этот человек, если, как говорил Булкаков в «Мастере Маргарите», человек может быть внезапно смертным, и исчезновение такого человека, внезапное, может породить просто какого-то волшебного, невероятного объема кризис. Мы, конечно, всем желаем здоровья, чтобы никаких таких кризисов не было, чтобы вся власть, будь то в семье, в корпорации или в стране, передавалась органичным, бескровным, спокойным образом. Но вот история этих недель и история ЛДПР в этом разрезе, конечно, нам дает напоминание. Природа, сама природа нам напоминает о том, что нужно творить институты, которые вечны, вместо того, чтобы опираться на людей, которые не вечны. Вот что можно по этому поводу сказать. В самое последнее заключение. Вот интересно наблюдать, как Жириновский сейчас болеет. Вот он прирожденный шаумен, он бы никогда в жизни не упустил такой прекрасной возможности пропиариться на больничной койке с этими аппаратами ИВЛ, с капельницами. А здесь мы просто слышим две недели пресс-релизы и заявления людей о том, как он работает с документами. И никакого нам, работающего с документами Жириновского, не показывают. Так что не забывайте, что это могут быть просто еще и враки. Ну что ж, ладно, поехали дальше. Мы в следующем эпизоде, о чем говорят, поговорим про сургутские дороги, парковки, общественный транспорт. Еще раз, так как у нас было вышло интервью с куратором этого направления в городской администрации. Вот мы немножко его обсудим и сделаем некоторые выводы. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, в Telegram, на разных других платформах. И поехали дальше. Продолжение следует...